Дорогие друзья, всем маткульт-привет из студии Деплой! Спасибо ребятам, что нас приютили! А кто это такой? А это фантастически задачный композитор Михаил Евдокимов! Привет, Михаил! Всем маткульт-привет! Спасибо, что пришел! Спасибо, что ты с нами сейчас будешь разбирать свои задачи, которые я ни хрена не буду решать, естественно. Потому что я вообще очень тупой и над каждой задачей думаю ужасно долго. Мы посмотрим. Ну, может, какие-то идеи, да? То есть мы будем как делать? Как обычно, с Мишкой было. Мишка, значит, дает мне задачу, я туплю. Ну, если она в теории чисел, иногда сразу решаю. Так иногда бывает. Вот, значит, если же, соответственно, я сильно туплю, он подсказывает. Я начинаю думать, я даю какой-то комментарий, типа, наверное, вот в этом духе. Он говорит, да, в этом духе конкретно так. Ну, то есть вот в таком сейчас мы будем. Да. В стиле. Задачи сложные, но с простым решением. То есть будет понятно. Ну что, давай, начинай. Итак, первая задача. Первую, честно скажу, первую я решил. Я только одну видел и ее решил, но за... Ну, такое, за некоторое время. Называется «Четыре логика и карты». Четыре логика А, Б, Ц и Д. Нужно нарисовать. Я нарисую. А, Б, Ц и Д сидят за круглым столом в этом порядке, если двигаться по часовой стрелке. Смотрим сверху. А, Б, Ц и Д, да. Вот такие логики. Им показали девять карт одной масти. Шестерка, семерка, восьмерка и так далее. Король Туз. Да. Девять карт. А потом перемешали и выдали по карте. Так что каждый видит лишь свою карту. Логикам по очереди задали один и тот же вопрос. Ваша карта старше, чем у вашего соседа справа. Вот этому первому, да? Да. Ваша карта старше, чем у вашего соседа справа. Это вот этот сосед. Правильно. Они друг на друга смотрят. Лицом, наверное, все-таки. Да, лицом, конечно, конечно. Итак, ваша карта старше, чем у вашего соседа справа. После этого А, Б, Ц и Д... По очереди сказали, не знаю. Вопрос. Какая карта УД? Какая карта УД? Интересно, когда задаю школьникам эту задачу, часто говорят сразу же, не знаю. Но, да, но я, значит, могу сказать следующее. Первое. Здесь должна быть симметрия, поэтому ответ, конечно, 10. Ну, кажется же, ничего неизвестно. Да, да. То есть, ну, как бы, ну, сразу, ну, понятно, да, что в этой ситуации как бы чувствуется какая-то симметрия низа и верха из-за ответа не знаю. Скажем так, это мое было рассуждение такое, что я был совершенно уверен с самого начала, что ответ будет 10. Потому что низ и верх тут при ответе не знаю симметрично, а значит, если, как бы, например, не туз, то и не шестерка будет. Если не король, то и не... И поэтому, как бы, единственный вот ответ, который был вот с моим здравым смыслом согласован, это был ответ 10. Поэтому я сразу скажу, что ответ, на самом деле, действительно 10. Это как можно догадаться до правильного ответа. Да, да. А вот теперь, как это доказать, да, как доказать, что вообще в этой задаче есть решение, правильно? То есть это же может... Нет решения, мало ли, может быть, эта система ответов совместима с несколькими возможными картами, да? Ну, давайте посмотрим. Ну, вот, например, если у него туз, говорю я, да? И сейчас посмотрим, еще правильно ли я решила. Мы начинаем с А, напоминаю. Да, я понимаю, да, но вот если здесь туз, то что ответит А на вопрос, больше у него карта или меньше? Он не ответит, не знаю. Нет-нет, ну, как бы... Если у этого туз, то какая бы карта у А ни была, он точно знает, что карта меньше. Нет, сейчас говорит А. Я понимаю, да, но я рассматриваю вариант, что у Д туз. Если бы у Д был туз, то тогда А не ответил бы, не знаю. Ой, фу, не то я... Так, я сказал полную ерунду. Я сказал полную ерунду с самого начала. Если у А туз. Да, вот верно. Все. Значит, еще раз. Если у А туз. Я немножко удивлен, потому что первым действует А. Первым действует. Значит, давайте думать. А спрашивает про Д, правильно, да, не про А? Да. Ваши... УА спрашивают. Ваша карта старше, чем... Карту надо найти у Д. УА, да. Карту надо найти у Д. Так, хорошо. Но все-таки я вот сейчас попробую воссоздать свое рассуждение. Возможно, я доказал в рассуждении, что... Ну, в общем, сейчас поглядим. Короче, если у А туз, понятно, что он не будет отвечать, не знаю. Правильно. Вот. Значит, соответственно, этого нет и шестерки сразу нет тоже. И шестерки нет. Потому что если шестерка, то тоже он знает. Ответ на вопрос задачи определенный тогда. То есть А скажет, да? Да, если туз, то скажет, что вы больше. Если шесть, то скажет, что нет. То есть ответа здесь три. Да, нет, не знаю. Правильно. И вот это очень важная информация, что ответа три. Хорошо, идем дальше. Значит, предположим, что... Так, значит, УА, соответственно, от короля до... Вот промежуток от короля до семи. Это УА. Теперь переходим к Б. Опять же, вот если у Б туз или шестерка, то можно так же просто сказать, что сразу очевидно. Ответ сразу очевиден. То есть туз и шестерка вычеркиваются... Ну, как бы сказать... Вот туз и шестерка отсутствуют... Значит, сейчас, как это сказать... У всех. У Д туз. Да, да, у Д получается тоже. Да, вроде у Д тоже. Туз и шестерка отсутствуют у всех. Потому что иначе, человек, у которого туз или шестерка, точно отвечает на вопрос больше или меньше. Хорошо. Хорошо, отлично. Теперь поехали. Вот дальше тонко. Предположим, что УБ король. Предположим. Предположим, он уже знает, что УА ни туз и ни шесть. Вот это надо понимать. Это единственная информация, которую он сумел пока извлечь, но он ее извлек. Значит, соответственно, если у него король, он точно знает, что больше. Правильно. То же самое с семеркой. Точно знает, что меньше. Но он этого не сделал. Значит, у него ни король, ни семерка. Прекрасно. Так. Теперь идем вот дальше, да. С. С. Значит, С знает, что УБ... Так, сейчас сосед справа, я что-то опять не могу понять. У С сосед справа, УБ. Правильно. Все-все-все. Вот они вот так сидят. Сосед справа. Значит, С уже знает, что УБ ни туз, ни король, ни шесть и ни семь. Да. С же слышит ответы Б. Да. Но тогда, если у него король или семь, то он знает точно, что больше, а здесь, что меньше. Ну, добавлю, если дама и восемь, то тоже. Правильно. То есть, как бы... Правильно. Мы тут ее вытягиваем. Потому что если дама, то у него же ни туз, ни король, значит, будет больше. Конечно. И восемь тогда будет меньше. Соответственно, к Дэме переходим, и уже мы видим, что круг полностью замкнулся. Потому что... Правильно, остается только десятка. Да. Туз, король, дама уходит. Шесть, семь, восемь уходит. И теперь, если у него валет или девять, он все равно уже знает... Валет или девять, то он точно знает. В этом случае, что больше, в этом случае, что меньше. Значит, у Дэ ответ 10. Отлично. Эту задачу я решил. Решили. Остальные я не видел и не решал. Чем интереснее. Да. Но я хочу предупредить, что эту задачу я решил далеко не сразу. И вот если бы я вот ее не решал дома, то здесь было бы очень скучно, если бы я ее здесь долго тупил и решал. Ну, так что остальные задачи уж как получится. Следующая задача по твоей любимой теории чисел. Ну, давай посмотрим. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Так. Итак, задача следующая. Я запишу на доске. Задача, придуманная в 2021 году, была на турнире городов. Давай, 2021 год связан, знаешь, с чем? Я всегда всех спрашивал, раскладывается ли он на множители. Это тебе поможет. Естественно. Я всегда, каждый год раскладываю на множители, да? Так вот, про 2021 я, понятно, по какой причине, знал, что он раскладывается. 2021? Ну, кстати, давай расскажу историю. На самом деле, я был идиот. 31 декабря 2020 года, сидя в городе Тулун, где мы всегда проводим зимние каникулы, лыжи, все такое, бабушка, дедушка. Мы сидим, я раскладываю на множители, как всегда, у меня есть традиция. 31 декабря мы каждый раз с друзьями ходим в баню, да? Вот я не хожу никуда. Я сижу и раскладываю следующий год на множители. Иногда я читерствую и немножко раньше раскладываю, чем 31 декабря. Но в этот год я раскладывал 31 декабря. Проверяю, проверяю, проверяю. Думаю, ну все, простое. Ну, неужто простое? Ну, точно простое. Ну, ни хрена нет, да, делитель? Потом дохожу до 43, хватаюсь за голову и говорю, идиот! Идиот! Ну, правда, ну идиот же! Это же разность квадратов! Ну, е-мое! Да, ну и все, вот вам, пожалуйста, значит, 45 квадрат минус 2 квадрат, то есть 43 на 47. Ну, тебе здесь условие прямо сказано, да? Да, условие прямо написано, да. Известно, что вот такое число раскладывается на множители. То есть оно составное. Так! Доказать, что если между 20 и 21 вписать сколько угодно много восьмерок, да, я хотел их зелеными вписать, но неважно, да, то тоже будет составное число. Кажется, полосков не рассказывал, но не помню ни хрена. Кажется, у меня еще такая проблема. Я могу решить задачу 3 года назад и напрочь забыть как условие, так и решение. Когда мне скажут условие, я чуть-чуть начинаю вспоминать, но совершенно не помню уже решение, что полный склероз абсолютный уже настал. Ни лиц, ничего, ни людей. У меня 100 тысяч, вот это вот предельный контрольный момент для мозга, 100 тысяч каких-то там битов информации, кто-то там мне рассказывал, мозговедов. Ну, хотя, может, это фейк. Я иногда забываю решение собственных задач, приходится их заново решать, понимаешь? Ну да, ну да, видишь, когда это, в общем, у меня, да, у меня проблемы. Я тут 9 июня записывался с наукой про, а потом встретил через месяц в горах Кавказа парня, который меня полдня там записывал. И ты не вспомнил его? Я его не вспомнил. Привет, говорит, привет, здорово, тут еще увидись. Я говорю, да, а до этого где мы виделись? То есть уже совсем труба полная, полдня, да, общался. Но вот бывает так, бывает и не так. Но вернемся, да, к этой? Итак, это я отвлекал внимание, чтобы пытаться... Ты один в этот момент думал, думал. Да, я все пытаюсь понять. Неверно ли, например, что если я здесь напишу пятерку, то это тоже всегда квадрат? Ну, вряд ли, да? Маловероятно. Давай так скажем. Давай, я бы проверил быстро первые два. Не квадрат, да, ни хрена? То есть неверно, что если я поставлю пять, будет... Кстати, я не знаю, может быть и квадрат, но сомневаюсь. Давай проверим первое. Вот если я написал вот так. Ну, я могу заняться чистеньким и пока на калькуляторе проверить. Ну, здесь сто... Сколько? Сто сорок четыре, наверное, надо возводить примерно. Я думаю, что нет. Ну, не сто сорок четыре, конкретно, естественно. Сто сорок семь, изведи. Сто сорок семь. Сто сорок семь в квадрат, да? Сто сорок семь. Нет, сорок девять. Фу, подожди, что в конце, чтобы единица, все равно это нужно единица здесь. Или... Так, да, квадрат... Да, тут только единица. Единица, все остальные цифры не будут давать. Туплю вообще, бесконечно туплю. Девять, может быть. Возведи сто сорок один, сто сорок девять. Два варианта. Давай, сто сорок один, сто сорок девять. А, в квадрат тебе нужно, да? Других вариантов здесь... Сто сорок один. Квадрат. В квадрате девятнадцать тысяч восемьдесят восемьдесят один. Маловато. Так, сто сорок девять, конечно, будет больше. Ну, давай попробуем. А может, корень извлечем просто, нет? Да нет, нет. Сто сорок девять. То есть ты веришь, что все-таки квадрат, да? Нет, нет, просто напиши, сто сорок девять в квадрате. Я не верю, что это квадрат. Сто сорок девять в квадрате, правильно? Сто сорок девять в квадрате. Двадцать две тысячи двести один. Значит, сто сорок один квадрат меньше, сто сорок девять квадрат больше. А, значит, это не квадрат, потому что все остальные цифры в квадрате один в конце не дадут. Я почти уверен, что это не квадрат. Но это уже точно не квадрат. Потому что цифра. Последняя цифра одна должна быть равна одинице. Это одиница или девятка. Да, да. Не, остальные можно не возводить даже. Так, значит, первая идея не прошла. Так, ну хорошо, да. Наверное, было бы правильно попытаться вот это число разложить на множители, да? И какую-нибудь закономерность увидеть. Это хорошая идея. Разложил, то что-нибудь я увижу или нет? Что тут такое будет? Что тут будет? Ну, какая-то очевидная ничего не будет. Ни на что очевидно не делится. Ну, разложить на множители уже не так просто, да? Ну да, факторизация будет какая-то хитрая. Факторизация будет какая-то хитрая. Ну, тем более, что у первого вот такая. С какого рожна, а у второго будет проще. Ну, может быть, какой-нибудь там 40... Давай так, 40 звездочка 3 на 40 звездочка 7 не получится или что-нибудь у нас? Или здесь будет слишком короткий вариант? Да, слишком короткий будет. Будет слишком короткий вариант, да. Так, сейчас, хорошо. А все-таки 3х7 21, да? Х на 7 плюс х на 3. Сейчас, погоди, погоди, погоди. Давай вот такую попробуем. Может, такая получится. Две восьмерки. Вот смотри. Так, 1, 2 в уме, да? Теперь у меня 10 звездочек плюс 2. 12. А должно быть 8. Так? А, нет. Стоп. Должно быть 2. Должно быть 2. Сейчас, значит, 1, 2 в уме, 10 звездочек... А, нет, 10 звездочек плюс 2 всегда будет 2. Тут никак не крутить, да? То есть, если она одна и та же, то будет 2 всегда. Значит, что будет дальше? Но теперь как бы вот звездочка пошла в уме. Вот как раз звездочка вот сюда запишется в плюс. Понимаешь, да, как я рассуждаю? Ну, не до конца, если честно. Но как-то очень сложно это рассуждаешь. Но 1, 2 в уме. Да. x на 7 плюс x на 3. 10x. Да, 10x, да. 2 в уме, и x как раз остается. 10x и x остается сюда. Теперь 28. А, так, 3, ага. Так, смотри. 28 и 12, да? То есть 40. Ну, понятно, 4 на 10 опять. 40. И плюс звездочка в квадрате. Так? Хорошо. Это уже 8. И еще звездочка. Ага. Сейчас, значит, получается 40 плюс звездочка в квадрат плюс звездочка. И это должно быть уже 8. Чему равна звездочка? Да, чему равна звездочка. Ну. Ну. Давай подсказку сделаем маленькую. 36, 42, сейчас 79, плюс 76, нет, 8, 64, нет, 9, 80, нет, ничего не получается. Короче, маленькая подсказка. А что, если это число всегда делится на что-то очевидное, да? Да. Ну, не совсем очевидное, но на то же самое, да? На 43, что ли? Ну, тут два варианта. Либо на 43, либо на 43. А как же это может быть? Как это может быть? Как это может быть? Предположим, что это так. Ну, да. Предположим, что это так. Слушай, как это однако. Тогда вот такое число со сдвигом на единичку, со сдвигом на единичку, да, тоже делится, правильно? Ну, да. Ну, тогда и разность их делится. А, ну, то есть, если они делятся на одно и то же число, то мы можем вычислить разность. То мы можем это число понять просто, что это за число. Да, число это, конечно, мы можем понять. Нули идут досюда. Огромные, конечно, нули. 8, 8, 1. Да. 188. 188. Ну, это не в счет, если оно простое особенно. Вот. Ну, короче, да, если это число простое, мы ищем, то это должно быть делиться числа 188. Так, 188. Че, это прям 43, да, на 4? Только не 43, а 47. 47 на 4, да-да-да, не хватает до 200. Блин! Да! И что? То есть, это число всегда делится на 47, да? Это число всегда делится на 47. Можно просто поделить столбиком. И увидишь, что оно всегда делится на 47. Просто поделить столбиком. Просто столбиком, да? Да. А что будет происходить? Ну-ка, подожди. Ну, можно это стереть, у нас есть. 188. Ну, можно истереть, да. Сотру. Отсюда надо стереть, да. Да. Ох, да. Ох, я туплю. Слушай, что дальше будет? Ну, это задача с турнира городов. Там все такие задачи. Я в ужасе. Уже дальше что будет? Ну, конечно, да, времени-то немножко подумать. Но, тем не менее, хоть надо было бы какую-то идею. Ну-ка, поехали. Так, на 4, 188, да? Опять 208. Цикл получится. Цикл, да! 4. А, все! То есть, следующее будет 4, 43 на 47. А потом 4, 4, 4, 3 на 47, да? О, да! Ну, это вообще... Это для какого класса была? Вот такая задача. Мне кажется, она была для... Восторг! ...девятого или десятого класса. Восторг! Я думаю, что пятиклассник проще бы решил гениальный, чем даже взрослые дядьки, да? Вот это для гениального пятиклассника в реальности. Это не для взрослых, а для маленьких гениальных детей. Так, давай я стираю, а ты зачитываешь? Да! Теперь следующая задача... Следующая задача! Следующая задача по геометрии. Это труба. Да. Это я точно не решил. Ну, такая необычная геометрия. Ну, давай. Был нарисован... А, тут надо уже рисовать сразу. Уже? Да. Ну, ничего. Был нарисован... Зачитай пока. На листе бумаги отмечены пять точек, являющиеся вершинами правильного пятиугольника. Ага. Затем две соседние вершины стерли. Как восстановить правильный пятиугольник, имея лишь обычную двустороннюю линейку без делений? Циркуля у вас нет. Двустороннюю? Да. А что это за инструменты? Чем он лучше, чем односторонняя линейка? Что он умеет делать? Параллельно прямые проводить? Да, параллельно прямые на каком-то расстоянии друг от друга. На фиксированном расстоянии. На фиксированном расстоянии. На каких других не умеет. Да, именно так. То есть есть некое фиксированное расстояние. И края здесь такие не... Ну, бесконечные. Значит, смотрите, вот интересно. Края нет. Мы недавно развлекали, задавали задачу чат GPT. Смотрели, как чат GPT решает. Это было очень интересно, потому что чат GPT очень быстро-быстро начинал строчить. То есть он подобный текст сразу генерировал с рисунками. То есть как я строю и так далее. И в конце писал, надеюсь, вы поняли, как я построил. А там никакого решения нет. А там, конечно, чушь, никакого решения. Чат GPT, кстати, очень любит врать. Он научился... Он как бы вот... Как вот ребенок, да, вот учится врать, потому что от этого ему бывает выгодно. Я не брал конфетку, я не брала конфетку, да. И вот чат GPT, он себя ведет вот как вот такой вот нечестный ребенок. Но ребенка-то ты учишь, потому что это нехорошо. А как этот чат GPT этому учить... Ну, надо сказать, что как текст, скажем, там, сочинение какое-то написано, он прекрасно это делает. То есть очень складный текст, очень правоподобный. Ну да, но неверно. Все-таки пока на этой, на литературе там какие-то очень низкие... Он смог пройти ЕГЭ, но... Низкий? Очень низкий, 40, что ли, там, что-то такое. По какой-то из гуманитарных наук 50, по какой-то 40. Но это ни о чем. Ну, вот геометрию решает плохо. Как сказать, робот... Вот у нас машины ездят быстрее людей. Даже у Сейна Болта. И это никого не волнует, правильно? Это никого не возмущает, что машины ездят быстрее людей. От этого чемпионат мира по бегу не сворачивается. Поэтому даже... А соединять не нужно. Соединять не нужно. Ну, я хочу... Ну, да-да-да, хорошо. Я хочу... Тут 108, да? А, да-да-да. Я хочу... Да, я хотел сказать. Значит, никто не отменяет соревнования по бегу из-за того, что машины или самолеты быстрее человека. Поэтому даже если чат GPT будет сдавать это все на 100 баллов, это ничего не означает. Ну, как шахматами, да? Как шахматами. То есть уже компьютер решает... Я не понимаю, крик весь вокруг этого раздался. Вот, сдал ЕГЭ, там... Ну, и что? Ну, сдал. То есть я не вижу в этом ни какой... ни проблемы, ни вообще как бы повода для обсуждения. Конечно, в конце концов научатся там подделывать все это, сдавать. Тем более, если они эти придурки переведут на автоматическую проверку... Дорисуем полностью. Тогда вообще. Так, чтобы было понятно. Да. Ну, у нас... Итак, у нас есть вот эта линейка. Я понял, да. У нас есть... Ну, вот мы стерли те две вершинки. Правильный. Я просто их стер уже. Да, правильно пятиугольных нарисовали. Вот эти вершинки у нас отмечены. Да, эти я две стерл. И мы берем и все стираем. И стороны, и стороны. Все стираем. Осталось три точки. Стороны я могу провести, поэтому я оставлю. Да, да, да. Линейка. Я же могу провести стороны. Можешь. Вот, значит. И вот двусторонняя линейка. Надо эти две восстановить. Офигеть. Каким-то свойством надо воспользоваться этого пятиугольника. Какая-нибудь звезда. Поможет звезда? Ну, звезда-то поможет, но ее нет у нас. Ее у нас нет ничего, да. Ничего нет звездатого. Звездатого нет ничего. Так. А что вообще умеет двусторонняя линейка? Давай задумаемся. Это правильный вопрос. Да. Она умеет проводить две параллельные прямые на фиксированном расстоянии. Как это может помочь? Может быть, например, мы можем провести... А, нет, не можем. Давай, может быть, красным тогда будем, да? То, что... Да. Ну, в общем, здесь я боюсь, что все ставят на паузу, и ты расскажешь решение, потому что у меня нет никаких идей. Нет, идея-то правильная. То есть вопрос, а что мы можем делать, когда у нас есть... Да, ставьте на паузу. Если кто хочет, на самом деле, порешать, ставьте на паузу, потому что я эту задачу точно не смогу решить ни в какое разумное время. Так что я лишь буду вот сопровождать решение своими комментариями и дополнительными вопросами. У нас есть линейка. Да. Итак, мы начинаем решать. Наша линейка... Михаил решает. Рассказывает решение. Кривая линейка. Да, вот линейка. Бесконечная линейка на фиксированном расстоянии. На фиксированном расстоянии А. Есть линейка. Так. Мы можем провести прямые... Да. Две сразу. Да. Одна такая. Да. Ну да. И вторая такая. А. Мы можем... Я понял. Мы можем сдвинуть параллельно любую прямую на одно фиксированное расстояние. Вот что мы имеем. Что нам это дает? Ну, пока... Пока... На самом деле пусть здесь угол... Одну точку какую-то. Пусть угол не 108 градусов, а призвольный угол. Какой-то угол. Да. Ну, ромб. Дает какой-то ромб. То есть мы можем строить биссектрису. Биссектрису. Правильно. А, да. А, да. А, да. Да, 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 да. Биссектрису уже построили. Вот. И там она вот должна как бы перпендикулярно этому пройти. Да. Перпендикулярно этому должна пройти. Так. Хорошо. Биссектрису мы построили. Биссектриса. Это крыса. Что дальше? Бегает по углам и делит их пополам. Да. Что дальше? Правильно? Так. Биссектриса. Сепаратриса. Директриса. Да. Не знаю. Ничего не могу сказать. Ну, давайте вспомним, что такое правильный пятиугольник. Да, вот я пытаюсь понять, что это такое. Циркулема линейка, я умею его строить даже. Это очень красиво. Ой. Не очень правильно. Ну да, кривой у меня, конечно, получился. Да, я нарисую. Но это не так важно. Я специалист правильных пятиугольников. Так как я все время читаю лекции про то, как их строить циркулема линейку, то я умею их рисовать. Сейчас увидишь как. Ну, нарисовать окружность и поделить. Не-не-не-не-не. Берешь и рисуешь просто. Вот в лоб. Мари. Мастер-класс по рисованию правильного пятиугольника. От Саватеева, да? Тебе вершинку эту вверху или вверху сторона? Вверху вершинка. Ввершинка тебе вверху. Хорошо, поехали. Так. Небольшой этот самый. И вот все. Готово. Ну, тоже кривоватый, честно говоря. Ну, слушай. Согласись. Согласись, что это... Хорошо, хорошо, ладно. Это на самом деле не важно. Ну, согласись, что это уже вещь. Это на самом деле не важно. Важный вопрос. Чему равен этот угол, на который Алексей уже ответил? 108, да. 108 градусов. Так. И что мы еще знаем? Что если вот так вот соединить? Так и так. Да, то будет 72 там внизу. Ну, во-первых, все точки на одной кружке лежат, да? Очевидно, да. Для любого многоугольника. И вот эти дуги равны. Значит, равны опирающиеся... Дуги, конечно, равны. Равны вот эти углы. Да, поэтому... Не все по 108 делить на 3. По 36 градусов. Конечно. Как нам это поможет? Как это поможет нам? Вот я никак понять пока совершенно не могу. Как нам это поможет? Ну, и мы... У меня есть еще и вот у этого... Да. Еще и вот эта линия. Так что тут еще и 18 выделяется. Да. Здесь 72. Ну, смотрите, вот... И что? Много же бисектрис. Да, но эти, кстати, мы еще не знаем. Да, не знаем. Ну, давайте сделаем следующее. Давайте соединим. Вот так. Ну, давай, да, это можно. Можно? Ну, конечно. То есть здесь сколько? Здесь 36. Да, конечно. Здесь 36. Но разве мы можем купировать этот угол как-то? А здесь сколько? Здесь 144. 144. Бисектрису мы можем построить. Считать в уме я умею. И бисектрису вот этого угла... Извиняюсь. Сейчас. Погоди. Так, 144, да? 72. Вот дополняешь. Все, да. Да, 72 плюс 36, это эта сторона, короче, идет. Правильно. Это уже идет сторона. То есть мы уже построили... Мы построили сторону, на которой где-то живет вот эта вот штука. Ну и здесь. И здесь точно так же. Да, и где-то живет эта штука. И что осталось сделать? Ну, осталось отложить... Сейчас. А, подожди, 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 подожди. А, просто то же самое повторить здесь. У нас же... А, нет, мы не имеем здесь ничего. Да. То есть вот этих... Вот этих точек у нас пока нет. Нет, да. А, подожди, 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 подожди. Сейчас. Не, не сейчас. Я хотел сказать, что вот эта бисектриса, она же не бисектриса ничего. Сейчас, или бисектриса. Погоди. Сейчас, так, 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 я торможу ужасно. Бисектриса? Это бисектриса или не бисектриса? Только вот это угло. А, вот этого угла она бисектриса, да? А, все, 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 мы... Мы вот это угло. Да, 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 да. Все, мы умеем строить бисектрису, значит, мы ее херачим сюда. Да, находим и сюда Да, но это придумывать, я сразу скажу, это придумывать невозможно Ну то есть вот заурядный человек, какой им являюсь я в геометрии Никогда ни за какое разумное время это вручение не придумали Задача была на Самарской олимпиаде Это совершенно... Город Самара Это очень круто, но это, конечно, да То есть я не знаю, что скажут там Коваль Струшинам, да Может для них это два пальца об асфальт Но для меня это задача нерешаемая То есть тут есть несколько ходов, ни один из которых я не могу даже представить себе Так, ну давайте перейдем к следующей задаче Ну действительно прям очень красиво, да Зацените, ребят, зацените эту задачу Да, то есть надо было понять Первое, что мы умеем проводить биссектрису любого угла Потом, проанализировав пятиугольник, посмотреть, что у нас очень много биссектрис А одна из сторон уже дана Ну да, но это не... Да, именно так Ну там, по мне это межнар Ну понятно, что нет? Нет, ну это, конечно, не межнар, но... Это что-то жуткое И много ли народа в Самаре решил, а? А я не знаю, честно говоря, статистику Просто у меня вот... Ну это очень интересно Мой хорошей знакомый составляет... Это очень интересно, да Где, на какой олимпиаде? Самарская Просто такая олимпиада есть? Мне кажется, это городская Самарская Олимпиада Ну как, Московская городская? Ну да, есть, да? Интересно, сколько народа решил Вот прям интересно Я думаю, что это была одна из непростых задач Так, самари... Самаритя... Хотел сказать самаритяне Но самаритяне это из Библии Наверное, все-таки самарцы Так вот, дорогие самарцы Я знаю, что вы тут есть и не один Задача была давно, они уже выросли Ну вот, да, Данил, который меня приглашал Он, может быть, как раз того возраста Короче, дорогие самарцы Пожалуйста, найдите данные И скажите, сколько школьников В тот год решил эту задачу Прям задание в комментариях Я могу спросить у человека, который проводил Ну, можно так, а можно в комментариях увидеть Наверняка будет ответ дан Итак, задача номер четыре А три ты пропустил? А, три, все, все, сори Сорян Это была третья Задача номер четыре Она была в этом году На математическом празднике Шестой-седьмой класс Ой, как позорно сейчас будет Сейчас Света решит, а я нет, да? Возможно Так А Света участвовала или не участвовала? Нет, по-моему, она пропустила Она в пятом была и как-то там не сложилось Я не помню точно В этом году постараемся поучаствовать У царя есть семь мешков с золотыми монетами В каждом по сто монет Царь помнит, что в одном мешке Все монеты весят семь грамм Можно записывать Да, это вот в стиле той, которую я разбирал Которая как раз Михаила, кстати Михаила является автором той задачи Где с двадцати восьми по тридцать девять Гирьки Да, про золотые Короля ювелира Да, короля ювелира Ту, которую я прям дико пропагандировал Как самую крутую И еще одну какую А, она еще не вышла на канале Про учительницу И то, что задает вопросы Делится ли число на два А, тоже разбирали Тоже Михаила, вот Уже две задачи на самом деле Михаила были на канале Я просто не знал, что это он автор Так, и здесь что-то очень похожее Ну или по крайней мере по формулировке Но с золотыми монетами у царя есть В каждом по сто монет Да, значит Царь помнит Ну я обычно мешки рисую Сейчас я нарисую, да Тут все семь грамм Да, в одном все монеты весит семь грамм Во втором восемь грамм В третьем девять грамм В четвертом десять грамм В пятом одиннадцать и так далее В седьмом тринадцать Я уже нарисовал все семь Но не помнит Но не помнит где какие Царь сообщил это придворному мудрецу И указал на один из мешков Мудрец может вынимать из этого Из других мешков любое количество монет Но на вид они все одинаковы Как всегда Однако у монеты есть большие двучачечные весы У мудреца У мудреца У мудреца, да Есть большие Двучачечные весы без гирь Они точно покажут равны ли веса на чашках А если нет, то какая чашка тяжелее Может ли мудрец определить Какие монеты в указанном мешке Сделав не более двух взвешенных Охренеть То есть не требуется полностью рассортировать Требуется конкретный мешок Требуется понять Все перемешано Царь указывает на какой-то мешок Да, царь указывает Вот семь мешков валяются Все перемешаны Мудрец все знает А нет, мудрец ни хрена не знает Ни царь, ни мудрец здесь ничего не знает Совсем другая задача Другая задача, да То есть ни царь, ни мудрец Здесь какие Отрежу голову Отрублю Если не ответишь, да? За два взвешивания Ну, примерно так, да Вот Так Ага Значит, так Так, вот тут уже надо подумать Потому что Ну, вы нажимаете на паузу Думаете, естественно, вместе со мной Так Итак За два За два А скажи, пожалуйста Может ли быть ответ нет в этой задаче? Или все-таки скорее да? Мне вот, если честно А на какой класс? Шестой? Категорически не может быть ответа нет Правильно Шестой класс не умеет доказывать методом Там вот этих вариантов Нет, она, по-моему, в седьмом была Но, возможно, в шестом тоже В этом возрасте еще не умеет проводить рассуждений Точно седьмой класс Да Не-не-нет В этом возрасте не умеет проводить рассуждений Почему нельзя В принципе, не умеет Это не могут дать Все, ответ, конечно, да А в седьмом могут? В девятом для очень хорошего мат-класса Когда уже начинают понимать, что Нет, в восьмом на самом деле Ответ на три части разделяют Еще один ответ на три То есть девять На московском императоре В восьмом классе могут дать Ну, может быть Но как бы это уже совсем Мат-праздник обычно что-то очень такое Согласен, да То есть здесь очевидно ответ «да» И надо просто искать «как» Вот Это, кстати, вам ноу-хау такое Ну вот То есть, если задача до нашей В шестом классе Она не может быть безумно там Вовлекающей логику Дети это понимают Да-да-да-да То есть, конечно, ответ «да» Итак, теперь надо думать Теперь надо думать Значит Их до хрена Монет До хрена просто То есть можно взять прям вообще Ну, что ж Значит, кажется, что Надо из этого взять Как-то очень много, наверное Вот Ну вот Допустим, я вот отсюда Из нашего взял много Потому что много Оно будет Ну, по-разному Как бы весить, да? Много А, нет, ни хрена Сейчас, подожди Так, остальные шесть Так Не, на делимости надо играть Может такое быть? На делимости? Ну, что-то там Не думаю Там кратное П Какое-нибудь число Ну, это как-то очень сложно Сложно, да? Конечно Тут нужно какую-то информацию извлекать Как можно извлечь Какую-то информацию? Нет, можно сравнить Две монеты там Но это никакая информация Нет Тут нужно какую-то Очень большую информацию извлечь Надо Требуется Да-да-да Большую информацию Извлечь какую-то Очень большую информацию именно так за одно взвешивание вот в те разы было понятно вообще вот смотрел у тебя мешки перемешаны ну что ты знаешь что-то ты знаешь хотя что я могу знать что я могу знать я лишь вижу что вариантов 9 мешков 7 поэтому принципе противники про мешки же знаешь ты знаешь по 100 каком-то по 100 еще знаешь что каком-то 7 кому дано я думаю вот на подлинности сыграть что ли ну то есть знаю криса ну например если взять там допустим 8 из этого 7 из этого получится равенство но когда использовать непонятно но в данном случае ты не будешь знать что ты взял да совершенно верно вот как ну как бы то есть нет ну хорошо 7 мешков да ты знаешь какие там монеты но мешки все перемешаны перемешаны да ну что ты знаешь что всего 700 монет прекрасно это прекрасно но еще что-то ты знаешь или нет ничего как ну в каждом по 100 уже был да ну смотри вот ну чё я тут могу знать ну я знаю их суммарный вес я ну как бы отлично да суммарный вес на суммарный вес знаешь да знаю суммарный вес может на как-то поможет давай подумаем так хорошо сейчас подожди суммарный вес я знаю да я знаю суммарный вес ну всех монет да допустим суммарный вес всех монет составляет 70 грамм правильно так хорошо суммарный вес всех монет составляет 70 грамм ну то есть первым делом я могу отсечь например что а все 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 я решил так я решил отлично значит я все решил мы делаем 10 монет из этого мешка правильно если меньше 10 70 грамм мы же можем но все эти 7 монет разных правильно вы берете разных выберете из каждого мешка по монете 7 раз получается такая эталонная монетка до лона мая 70 грамм и если у меня 10 монет весит меньше то они вот здесь если больше здесь а если равно то я уже угадал правильно одно взвешивание все а второе а второе то же самое только соответственно 7 плюс 8 плюс 9 только берете по одной монетки из этих трех мешков все понятно да то есть тут 2 в этом случае с этим эталон сравниваю 3 до этом случае наверное 36 равниваю 3 абсолютно верно всем понятно задачу всем понятно ну вот это я почти решил но все равно как бы но это бы я решил согласен до этого задачу за 5-10 на камеру на камеру очень сложно решать ну как бы в принципе вот одна подсказка но наверное я бы до этого дошел в какой-то момент то есть в отличие от предыдущей у меня был отличный шанс эту задачу решить да я бы ее за конечную теперь следующая задача у которой но который часто спрашивают что мы до конца не разбирали ну понятно да все вот первое это я отделяю эти три случая а потом в каждой группе у меня тоже как бы получается три случая равно вот как бы если я беру три монеты отсюда будет 24 грамма а двадцать лет как раз три в сумме значит тогда это этот мешок если меньше то четырех этот если больше то этот также здесь 36 36 это три монеты отсюда если три монеты из мешка равно 36 это этот если меньше это здесь берем делаем новый талон по одному одной монете из каждого этих трех мешков получается что в сумме 36 и с этой талонной это три монеты это великолепная задача и она как раз по уровню да то есть это это по уровню все-таки про эту самарскую у меня серьезные сомнения что это возможно решить очень серьезно мне очень интересно знать сколько решила я попробую узнать там ратибор с которым ну ладно я не буду так я спалился следующее я спалился сейчас ладно ладно все молчим международники конечно решат мгновенно и предыдущую тоже но я не международник так итак следующая задача задача посложнее и задачи которые входят в мой личный топ-5 своих задач о моих задач да который я придумал давай 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 ну понятно раз посложнее то мы точно не решим это сходу она я буду думаю решение понятно буду предлагать да то есть алексей его поймет ну до сих пор я понимал нет решения так задача такая нарисован прямоугольник 5 на 7 слоеный пирог название можно нарисовать прямоугольник 5 на 7 умеешь рисовать прямо конечно умею сразу возьму и нарисую можно ли прямоугольник 5 на 7 покрыть уголками из трех клеток то есть фигурками которые получаются из квадрата 2 на 2 удалением одной клетки я пока уголок 1 секунда ты рисую уголок а я рисую прямоугольник размер клетки такой же как здесь чуть-чуть я чуть-чуть сейчас отрежу лишний 8 можно ли прямоугольник 5 на 7 покрыть уголками из трех клеток не выходящими за его пределы в несколько слоев так чтобы каждая клетка прямоугольника была покрыта одинаковым числом клеток принадлежащих уголкам в несколько несколько слоев в один очевидно нельзя потому что а 3 потому что 5 умножить на 7 не делится на да это очевидно это очевидно а вот вниз так но начнем с утверждения что количество слоев делится на 3 прекрасно это из моей теории чисел конечно следует так то есть я честно сказать сейчас наверное буду пытаться доказать ну хрен знает вот не знаю ладно давай так пока мы не знаем я не могу сказать не могу интуиция моя не дает ответ да или нет обычно когда спрашивает можно ли происходит красивейшее решение с инвариантом но иногда это происходит иначе иногда происходит какая-то супер закраска да ну как сказать если задача идёт одним из первых номеров то скорее всего там какой-нибудь пример простенький а если есть последний то скорее наоборот у america скорее я бы наверное начал доказывать что нет и если бы очень долго мучился то стал бы строить пример ну если я сказал задача сложная значит она у тебя один из последних номеров это номеров. Это какая Олимпиада была? Или не была еще вообще? Это? Да. Это была, причем задача была на Всероссийской Олимпиаде в 1996 году. Моя задача, которая была... Номер какой был у нее? Последний или предпоследний? Значит, что-то смертельно сложно. Но 9 класс, нет, но 9 класс все равно, нет, смертельно сложно. 9-8 тогда было. Это смертельно сложно. Это будет смертельно сложно. В Всероссийской Олимпиаде я не решаю в принципе. Никогда. Кроме случая теории чисел, когда попадает, тогда бывает. Здесь решение понятное, на самом деле. Ну давай подумаем. Сейчас, давай. На Всероссийской Олимпиаде бывают задачи, где даже решение непонятное. Но вот это очевидно, да, что это будет играть роль? В доказательстве. Это не очевидно. Нет, да? Не очевидно. Так. И эта игра роль не будет. Не будет? Ох ты ж, боже мой. Что ж тогда будет? Что ж тогда будет, а? То есть, ну, понятно, ты уже мне подсказал, что ответ все-таки нет. Ответ нет, да. Да, и надо, соответственно, придумать инвариант. Надо придумать что-то, что упорно сохраняется и не дает ничего сделать. Ничего не дает сделать. Так. А нет ли идеи воспользоваться пространственной интуицией? То есть, предположив, что это возможно, что-то выделить из параллелепипеда, которое получится? Какое-нибудь сечение вот так? Ну. Или вот так? Может такое быть, что оно так решается? До сих пор еще никто так не решал задачу. Нет, да? Я не знаю, может быть... Может и решается, да? Может и решается, да? Ребят, подумайте, да? Подумайте. Вдруг это вот... Вы представляете, что каждый из них просто такая вот лежащая хрень из вот игры, ну, три кубика как бы склеенные, да? И вы кладете эти вот хрени, но только так, не вертикально, а только плашмя. И получается, должен получиться параллелепипед из этих штук. И вот нельзя ли как-то его разрезав так, так или так, что-то куда-то спроектировать на какую-нибудь другую грань, получить этот вариант сходу? Не знаю. Но задача сложная, поэтому ставьте на паузу, пытайтесь решить. Если будут какие-то интересные решения, присылайте, кстати. Да, кстати, да, бывает прям... Мне столько решений прислали вот той про х квадрат. Я все хочу даже сделать отдельный выпуск. Вот это вот, когда х, это моя самая любимая задача на свете. Вот это вот. Решение этого уравнения в общем виде. То и приводит к очень нехилой алгебрической диаметрии. Вот. И, соответственно, мне прислали кучу решений. Очень разных и интересных. Не таких научных, как мое, но тоже очень красивых. И я хотел даже выпустить отдельный ролик про эту задачу целиком. Куча решений. Но у меня пока нет времени вообще. Я, может быть, зимой, когда немножко отдохну, приду в себя. В этом году просто у меня кошмарный совершенно... Кошмарная загрузка по поездкам. Не знаю, как так вышло. Никогда такого не было. И вот опять. Ну, кстати, если ты любишь алгебру, я тебе расскажу свою задачу по алгебре. По алгебре, да. Ну, алгебру я люблю. Но я долго ее решаю. Алгебра — это следующая задача. Следующая алгебра. Вот алгебру я думаю долго, а потом обычно решаю через часа три-четыре. Ну, если есть время вообще подумать. То есть у меня алгебра пробивается обычно до конца. Геому я просто стою как баран полный. Вообще просто как баран. А что делать? А как до этого догадаться? А с этими вот, ну, вот тут да, 50 на 50. Я не знаю. Ну, наверное, не решил бы я ее. Если это за девятый класс и последняя, наверное, бы я ее не решил. На единственном сервисе, в котором я был, назывался Союзная Олимпиада 388 года, я ни одной из последних задач не решил. Хотя вот в первый день я был к ней ну, немножко близок к решению. В первый день я решил почти все. Я решил все, кроме нее. И в ней решил на один пункт, по-моему. Ну, в общем, там, как бы все равно не срослось. То есть это задача выше моего уровня. Давай подумаем. Если никаких идей не будет, я могу подсказку. Тут какие-то, значит, может быть, какая-то раскраска нужна. Да, хорошо. Какая раскраска помогает? Ну, а, значит, первое, как бы приходит, естественно, шахматная. Но это, наверное, слишком просто было бы, если бы она помогла. То есть бывают раскраски шахматы, бывают через три, бывают через пять. Бывает, да. Ну, вот, да. То есть тут вот вопрос перебирать какую-то раскраску. Ну, давай я подскажу. Давай раскраску, да. Да, потому что, наверное, я бы стал перебирать долго. А, понял. И через. Да-да-да-да-да. Все. Та же, которая решает вот эту Мишину задачу. Но она пока не решает. Нет, ну, в смысле, вот там вот, где про такие четверки там вот 7 на 7 заполняли, там вот это решало. Да, это отлично. Это пока не решает. Значит, понятно. Эта идея будет, наверное, из серии вот той, что каждая трешка занимает не более одной такой хрени. Да. Вот если красные клетки рассмотрим, то каждый уголок покрывает покрывает не более одной красной клетки. Да. Может, не одной, да, если вот так вот расположим. Может, ноль. Таким вот образом. Может, да. Либо ноль, либо... Но не более одной. Да, теперь давай посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать — это тридцать шесть клеток. Угу. 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 То есть в каждом... Вот так. Что из этого следует? У нас же не одно покрытие, да? Сейчас. Значит, если я... Ну, я же должен покрыть. То есть, по одному разу же точно есть. Правильно? Ну, что значит по одному разу? То есть, каждая клетка... Хоть кому-то принижение, да? Хоть в каком-то слое. Блин, тридцать шесть, а это тридцать пять. Что-то тут на этом надо сыграть, да? Вот это тридцать шесть, а это тридцать пять. То есть, если я, грубо говоря, покрою это с вылезанием за предел, то у меня вылезет одна клетка. Вот если я вот так вот покрыл. А если я верну обратно, то я могу, например, с одним перекрытием может быть покрыть. Ну, мне же не обязательно... Мне же не обязательно... Чтобы не смущало. Да. Что ж такое? Мне же не обязательно перекрытие... То есть, у меня может быть куча перекрытий, да? Так. Сейчас. Хорошо, сейчас, подожди. Ну, каждая покрыта одинаковым количеством. Каждая покрыта... Да, то есть, каждую клетку накрывает одно и то же число уголков. Вот. Так, значит, тридцать шесть икс. Получается клеток... То есть, икс слоев, да? Да. Икс слоев... Нет. Нет? А, не икс слоев. Сейчас. Как сформулировать-то? Сейчас, сейчас, сейчас. Чего же здесь икс-то? Икс-то сколько клеток... Вот сколько треугольников покрывает вот эту клетку? Сколько уголков? Да, но это же то же самое, что слои, да? Да. Это то же самое, что слои. Угу. То же самое, что слои. Давай, я пространственно... Вот в этом параллепипеде я вот проецирую, тут вот каждая клетка находится ровно в икс-уголках. Значит, тридцать шесть икс кубиков взято... Так. Взято из покрывающих красные. Вот есть же еще не покрывающие красные, да? Ну, понимаешь, да? Если где-то вот так лежит, то он не входит никуда. Да. Вот. То есть у меня тридцать шесть икс-клеток взято из уголков, которые покрывают красные клетки. Прав? Да. Прав. И еще сколько-то не покрывает. Хрен знает сколько. Хрен знает сколько. Так, подожди. Стой, 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 стой. Сейчас, 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 сейчас. Так, а может быть вообще для каждой клетки задать все способы, как может лежать покрывающая ее штука и отдельно рассмотреть вот сколько таких, таких и таких. Может быть какие-то уравнения, да? Ну, вот, например, вот эту клетку любая покрывающая штучка лежит либо так, либо так, либо так, либо так. Ну, ты понимаешь, да, идею? Эта идея работает или нет? Или не знаешь? Ну, у меня другое решение. Но, как бы, мне кажется, вот то, что ты говорил, это можно, можно довести до правильного решения. То есть то, что, если мы посмотрим только на уголки, которые покрывают красные клетки, то уже получается достаточно много клеток всего. Ну, да. То есть предположим, что в их слоев мы, да? Да, в их слоев. В их слоев. А, так сейчас. То есть тогда 36х уже находится внутри этих фигур. А у нас 35х всего, да? Ой, ой, совсем просто. Совсем просто. Это другое решение, кстати, ты придумал. Совсем просто, да? Да, 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 да. В итоге... Совсем просто. Это другое решение. У меня, кстати, другое решение более сложное. Ну, это я из-за вот это, из-за пространственного, естественно. Да, 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 да. У меня, кстати, другое решение. Более хитрое. И все, что ли? Более хитрое. Все. Ну, я бы выдумал... По-хорошему, по-хорошему, мне кажется, да. Если бы я догадался до этой раскраски, вот если до этого, вот до этого я видел, значит, что бы я делал, я могу сказать, как бы я ее решал. Первое, я бы покрутился шахматами, быстро бы понял, что хрен. Дальше я бы вспомнил задачу про 49 на 7, про 7 на 7. Помнишь эту задачу? Простую-простою. Да-да-да, которую я никак не мог решить. Мне Миша нарисовал вот эту закраску, я сразу решил. Покрыть 2 на 2 и уголки. Уголки 3 на 3, ой, в смысле, вот такие. И 2 на 2, да. Квадраты и хрени вот такие вытянутые. И нужно покрыть этого. Там можно, но вот там получается 15 таких уголков и одна другая фигура. И там это следует из вот этих вот квадратиков. Я бы догадался до этих квадратиков, дальше бы, да, дальше бы я представил себе перпендикулярный верх. То есть слишком много, то есть уже не стыкуются друг с другом те, которые покрывают красные. Они уже накладываются больше, вылезает наверх вот эта дрянь. Да, но у меня на самом деле другое решение, более хитрое, по-другому оформлено. По сути, то же самое. Смотрите. Давай, рассказывай, да. Ну вот тут, да, действительно, как-то очень просто получается. Даже не наждачь, ничего думать не пришлось. Надо тут аккуратно это довести до ума, но в принципе, да. А у меня решение такое. Вот я просто... Ну, до ума как раз через первые пипеды доводится. То есть сколько кубиков участвует в этих, которые покрывают? Да. 36 х. А сколько всего? Более хитрое решение такое здесь. Расставляем... У нас мало того, что рассказка, у нас еще числа расставлены. Расставляем числа такие. Минус 2. Ну, по сути, это будет то же самое. Здесь минус 2 в красных клетках. Да. Минус 2. А здесь единички. Ага. А теперь посмотрим на сумму всех чисел во всех уголках. А-а-а! Именно так, да. Хватить. То есть, дело в том, что сумма чисел в каждом уголке, она не отрицательна. Да. Значит, сумма чисел во всех уголках, она не отрицательна. С другой стороны, сумма чисел во всех уголках можно пришлить по слоям. Ровно х умножить на... Можно по слоям, да. Можно по слоям. А по слоям она будет отрицательна, потому что здесь у вас в красных клетках минус 24. Перевешивает. Перевешивает, перевешивает. Вот такое эффектное решение. Офигеть! И что, много народу придумывало прямо ровно такое? Ровно такое, думаю, немного. А мое, наверное, много, да? Я, к сожалению, не знаю статистики, но это одна из последних задач, сложная задача. Я думаю, придумали, да. Ну, это так, это довольно понятно, что вот в эту сторону... То есть с параллелепипедом сразу видно, сколько кубиков. 35х. А уже в этих 36х. Все, привет. Да, классно. Прямо вообще суперская. Так, ну и чего? Это сейчас будет металл, да? Сейчас будет... Нет, сейчас будет такая задача своеобразная по алгебре, которую ты любишь. По алгебре, да. Ну, я скорее люблю теорию чисел, но алгебру тоже люблю. Не совсем. Алгебра я люблю. Алгебра люблю. Задача с Московской маниматической олимпиады. Тоже была давно. На доске написано три функции. На доске написано три функции. Ну, надо их написать. То есть это не это, не затерянный в космосе? Нет, это сюрприз. А-а-а! Это две сюрприз. Нет, ну я все равно его не читал, да, поэтому неважно. Так, сейчас, подожди. Сейчас напишем три функции. Эту задачу, я надеюсь, ты не встречал раньше, но, как бы... Ну, задача, которая начинается со слов. На доске находятся три функции. Написаны. Я не помню ни одной. Ну, если только склероз, но я не помню, чтобы на доске было написано три функции. Три числа, помню, бывало. Три числа были написаны на доске, да? Семь чисел. Одиннадцать. Это все помню. Но это не помню, да, как сказать. Должен помнить, но не помню. Запишу. А функции прям конкретные, что ли? Да, функции конкретные. Я подиктую. Три функции. f1 равно x плюс 1x, x плюс 1 на x. f2 равно x квадрат. f3 равно x минус 1 в квадрате. Можно складывать, вычитать. Ну, можно вот... Алгебру функций. Написать. А умножать можно? Складывать, да. Вычитать. Перемножать эти функции. О-о-о! Вычитать. Перемножать эти функции. Алгебру функций, да, строиться. В том числе возводить в квадрат, в куб и так далее. Ну, на себя умножать, да? Да. Дальше умножать их на произвольно-действительное число. Умножать на c. А-а-а! Да. Еще и так. C действительное. Ух, еще и так. Так, значит, в начале были... Прибавлять к ним произвольное число. Сложение, вычитание, то есть образовывалось кольцо, как бы, многочленов, да? Ну, давай, без страшных слов. Многочленов от этих функций. Образовывалось кольцо многочленов от этих функций внутри, значит, кольца целочисленных многочленов. Лежащее внутри z. z от x. Так. Это первое, да? Ну, да, вот так. А дальше еще мы построили еще и... Так, у этого кольца мы взяли, соответственно... Давай я дочитаю условия. Тензорное домножение на вещественные числа. Так, дальше. Давай, да. Ну, мы сразу же должны математически... Умножать их на произвольно-действительное число. Задача для школьников. Да, да, да. Так. На произвольно-действительное число. Привалять к ним произвольное число. А также проделывать эти операции с полученными выражениями. Получите таким образом функцию одна иксовая. Докажите, что если стереть с доски любую из функций f1, f2, f3, то получить одну иксовую невозможно. Красиво. Ну, одну иксовую, я надеюсь, ты получишь быстро. Красиво. Красиво. Ставьте на паузу. Пытайтесь решить. Красиво. Так, ну да, тут как бы вот эти рассмотрения могут не иметь никакого отношения к делу, да? Но на самом деле рассматривается ровно этот объект. Формировка не очень красивая, решение красивое. Нет, я имею в виду, что это чисто математическое. Тут вот берется, значит, кольцо многочленов от этих трех функций, лежащее внутри z от x. Вам это никак не поможет. Если что, вам это не поможет, поэтому мы это убираем. А, прибавлять еще можно. Да, конечно. О, и вообще. Да, тогда вообще. Ладно, хорошо. Хорошо, стерли. И как это? Теперь стерли и фигачим. Как это? А теперь засучиваем рукава и работаем, да? Именно так. Попили кофе, красивые, значит, эти самые виды посмотрели. Теперь засучиваем рукава и работаем. Так, хорошо. Значит, а, умножать на вещественные числа, да? На вещественные и складывать с вещественными. Да, именно так, да. Умножать и складывать с вещественными. Нужно получить функцию 1 разделить на x. Цель получить, да. 1х. Да, но 1 на x квадрат я уже получил. Но это слишком просто. Это f1 в квадрате минус f2 и минус 2. 1 на x тоже несложно. Давай, значит, напишем, что 1 на x квадрат, но уже получили. Это f1 в квадрате минус f2 минус 2. И это разрешенная операция. Разрешенная операция. Так, ну корня у нас нет. Поэтому надо что-то придумать. Так, хорошо. А, ну при этом f3 минус f2 равно 1 минус 2х. f3 минус f2 равно 1 минус 2х. Верно. Хорошо. f3 минус f2 плюс 2f1 равно 1 плюс 2 делить на x. f3 минус f2 плюс 2f1. Да. Все. Да, да. Вычитаем единицу, делим на 2. Например, так. Ну можно разными способами, да. Это как бы... Это простая часть задачи. Это пока не задача. Это очевидно. Это простая часть задачи. Так, хорошо. Пункт понятен, да. То есть, почему вот нельзя обойтись без этой. Да, потому что будет на 3 многочленов все. Никаких 1 на x. Да. А, кстати, я сказал, что внутри многочленов. Не внутри многочленов. Ой, сейчас у меня это самое. Внутри дробей рациональных, конечно, оно лежит все. А я написал, внутри многочленов. Какие же многочлены? 1x. Ребята, я ошибся. Не надо меня троллить в комментариях. Конечно, внутри рациональных дробей все было, а не внутри многочленов. Не надо троллить меня в комментариях, пожалуйста, про это. Так. Но за троллиния, за это троллиния я не баню. Я баню за вопросы типа, почему ты, сука, не на СВО? Вот за это сразу, не просто бан, а сразу вот просто навсегда. Навсегда. То есть это не... Это все. Вот. Это расстрел. Маткульт-расстрел. И вообще за любые вопросы, связанные с этой всей брутальной политикой. Ну, мы не обсуждаем здесь политику. Да, да, да. Троллить по поводу математики, безусловно, можно. Значит, я не буду никого. Ну, если уж совсем хамские комментарии, я просто их сотру. Нет, если совсем хамят, я тоже баню. Но это... Давайте к задаче. Это я просто думаю в это время над задачей. А, понял, понял. Я не раскусил тебя. Очевидно, да, что если мы делаем любые сказанные операции с этими двумя, мы остаемся внутри кольца многочленов. Одна х там не лежит. То есть здесь все понятно. Да, с этим все ясно. Все понятно. Почему нельзя обойтись без... Да, давай посмотрим. Без квадрата. Ну, давай, давай так, чтобы было... Ты считаешь, что проще без этого, да, доказать? Да, давай. Ну, не проще, но вот давайте начнем пока... Почему нельзя обойтись без этой функции? Да, давай, вернем. Значит, давай сейчас вернем. Без этой функции. Да, давай, значит, вернем. f2, это х квадрат. Так, это какая задача была и где? Эта задача была на Московской математической олимпиаде. Достаточно давно. И причем не самая сложная. Но хотя, как бы, мне кажется, она сложнее своего номера. Ну, пока все было очень просто. То есть, вот сейчас, наверное, начнется, да, что... Металл начнется сейчас. Сейчас начнется, да. Сейчас начнется металл. Так. Значит, так. Значит, мы имеем многочлены от этих двух многочленов, по сути, на самом деле. То есть, мы что можем делать? Мы можем умножать на вещественные числа, прибавлять вещественные числа. Но это все равно, что... Да, правильно. Ну, как бы мы образуем... Фактически мы просто говорим, что ни при каком целочисленном многочлене от двух переменных альфа и бета... Ну, давайте его как-нибудь P там обозначим, чтобы... Да, P. Да, не существует такого многочлена P, что P от x квадрат запятая x плюс 1x оказался в результате... Ну, вот, оказался в результате многочленного 1x. Правильно, да. Ну, не многочленом, а дробью 1 на x. Мы хотим это доказать. Но как это сделать? Да, мы хотим доказать, что, значит, никакой многочлен... Ну, наверное, надо разложить по степеням одного из них. Ну, давай еще скажем, что с вещественными коэффициентами. Да, с вещественными коэффициентами, да. Ну, это надо разложить по степеням одного из них. Ну, например... Ну, давай так, все-таки, для школьников... Школьники какой-то там минимум совершенно знают, да? То есть... Ну, я-то не минимум знаю. Не-не-не, ну, да. Давайте как бы высокую математику не привлекать. Ну, как? Слушай, а как я, может, с помощью нее решу? Хорошо, хорошо. Я расскажу тогда простое, если я решу сейчас с помощью высокой. Ну, вот, давай потом, что бы я сделал? Вот, если я решаю... Нет, мы-то... У нас канал, который, на самом деле, выводит всех на высокую математику. Олимпиадные задачи интересны только как мостик, на самом деле. Ну, как бы... В принципе, с этим, да. Да, то есть, я все-таки, для меня вот... Я всегда говорю, победил на Всероссии, там, не прошел на Межнар, все, успокойся и занимайся наукой дальше в 11 классе. Ты уже поступил куда надо, но если ты явно не проходишь на Межнар, не надо больше заниматься олимпиадными задачами, надо наукой. Конечно, если ты там имеешь шанс попасть в команду Межнара, фигач. Ну, вот у меня всегда призыв такой. Вот ты своего добился, даже призер, да? Призер у тебя есть. И если ты чувствуешь, что твой уровень не Межнарный, просто по скорости, например, решение, иди в науку. Любой Всероссийский может достичь успехов в науке. Любой. Даже не Всероссийский, даже не Всероссийский, а очень много ученых, которые никогда не побеждали на каких-то олимпиадах и даже не участвовали. Безусловно. Ну, вот как бы утверждение вот это точно верное, что любой, кто когда-либо стал призером Всероссийского, может достичь успехов в науке. И если он не попадает на Межнар, то лучше сразу наукой заниматься уже в школе. Так. Ух, вот. Значит, и так. Я бы разложил, соответственно, ну, что такое, да? Вот у меня есть этот многочлен. Он выглядит как, там, вот сейчас я чуть-чуть подумаю, да? Наверное, нужно вот относительно этого. Х плюс 1х в степени r, ну, с каким-то коэффициентом, хрен с ним, там. Так, альфа r, да? Плюс альфа r минус 1 на х плюс 1х в степени r минус 1. Так, на, сейчас, нет, тут, сейчас, 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 извини. Не так это будет. Не так, сейчас я просто подумаю чуть-чуть вот в этом направлении. А вы ставьте на паузу и сами думайте тоже, что проблем-то, да? Так, умножить на f от х квадрат. Вот я так напишу, да? Ой, только не f, g. Понимаешь, да, что я хочу сделать? Плюс альфа r минус 1, х плюс 1х в r минус 1 на, ну, g r от х квадрат, g r минус 1 от х квадрат. Вот, в общем, тут получается... Некий ряд, да? Понятно, да? То есть это вот, ну, ну, и в конце там заканчивается он просто g 0 от х квадрат. Вот это многочлены. Ну, это многочлены очень специального вида. Они имеют вид четных степеней только. Это многочлены вида c 0 плюс c 1х квадрат плюс c 2х 4. Да, согласен. Плюс так далее. Ну, как тебе это поможет? Пока не понятно. Пока никак. Но, смотри, значит, нам нужно, чтобы на выходе был 1 на х. Значит, вот что происходит с этим предомножение сюда, да? Что происходит с этим предомножение сюда? Так, значит... Да, 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 да. Все это знаешь что? Это еще x верты плюс 1 на x верты плюс что-то. То есть еще и вот эти все это, как бы они сразу в куче имеют вот это вот... Все, что можно из этого соткать, всегда будет иметь вид x верты плюс 1 на x верты. И как бы, никуда этого не денешь, вот этого, x-верты плюс 1 на x-верты, и с четными степенями, вот, да, с четными, что у меня происходит с четными степенями, смотри, сейчас, 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 значит, тут что-то, какая-то зараза, с четностью что-то тут точно должно играть, что вот эти вот x-квадраты, вот, многочлен не может содержать здесь четных степеней, потому что, ну, точнее, все четные степени должны быть пересокращались друг с другом, что-то вокруг да около, да, где-то вот, я чувствую, я думаю, что, блин, мне бы полчаса на нее, вот, полчаса, 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 да, у меня нет полчаса, но тут четность, это вот, x-квадрат убивает этот, но в прямом эфире очень сложно решать, да, но вот, блин, дальше что-то надо придумать, прям под камеру, это надо что-то дальше придумать, многочлен, или наоборот, x в степени 2к домножается на многочлен от этого, а многочлен от этого, это на самом деле многочлен, это комбинация выражений типа x плюс 1x, x-квадрат плюс 1 на x-квадрат и так далее, вот, как бы, что из этого следует, что из этого следует, они вот не могут пересокращаться, тут вот как это x вылезает, а на x, если вылезет, x сразу должен вылезти как-то, сейчас, подожди, 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 так, а если я заменяю как-то переменные, да, переменные заменяю, сейчас, 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 подожди, я еще чуть-чуть подумаю, думайте все, мы потом, если что, мы потом вырежем вот этот длинный, или промотаем, знаешь, как бывает, да, в общем, сейчас, короче решение я не знаю, то есть решение одно слово, подожди, в одном случае одно слово и в другом случае, стой, 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 так, значит, это вот, подожди, чуть-чуть, чуть-чуть, значит, я сюда теперь что-то должен, наверное, подставить вот в это выражение, x подставить какой-то x, вот что будет, если я подставлю какой-нибудь x, вот, например, х, все равно нулю я не могу поставить, потому что у меня хорошая идея, а, то есть ты хочешь сказать, что вот это не надо было писать, сразу надо думать, как что-нибудь подставить, а, я понял, так, подставить, да, вот у меня, я бы сейчас пытался подставить сюда, это было бы очень коряло, в принципе, все это нам не пригодится, не пригодится, хотя из подставления бы это тоже, наверное, вылезло, возможно, То есть, мне нужно подставить какое-то x, при котором получится какое-то явное противоречие. x, при котором получится противоречие. Какое-то x, при котором получится противоречие. Вот здесь. Да. Подставить x, при котором получится противоречие. Так, ну, видишь, если бы целочисленные были, здесь же вещественные коэффициенты могут быть Так, x равно, ну, хорошо, вот если я поставлю единицу и потом минус единицу Может быть в этом какая-то соль 1 здесь 2, а минус 1 здесь 0 Ну и что, ничего Сейчас, подожди, если x минус единицу, ну-ка, ну-ка, ну-ка Так, x подставил минус единицу Ну и что, а минус x квадрат дает минус 1 Ничего не решает это Не решает Подставить единицу Единицу, но какую? И? Правильно Блин, ааа И что, считалось, что они это знают, да, комплексные числа? Ну вот Я бы, наверное, да, в какой-то момент вышел на комплексные Смотрите, подставляем и Да, подставляем и Что происходит? Происходит Что у нас слева? Слева многочлен от минус 1 Запятая 0, да? Да 0 Да И он равен минус 1 То есть это вещественное число А! И это многочлен, а это А это комплексное Какая вообще Слушай Блин, и вот так она Но это еще не все Ну это все Нет Второй пункт есть Второй, да? Нет, для этого пункта все Подставил и На вещественный многочлен от минус 1 и 0 Должен нам давать вещественное число Да Да Слушай, ну это жесть А что, и так предполагалось, да, что они подставят? Предполагалось Предполагалось, да? Это какой класс? Это 11 класс, конечно А Но это было Давно Красиво Так, ну давайте еще Это красота Второй пункт Так И, наконец F2 Равно x-1 в квадрат Да Так Тут уже и не подставишь Тут, допустим И Может, ты не Может, кватернеончик какой-нибудь подставить Перевыше, да? Но кватернеончик 11 класс, не знаю Не знаю Предполагать, что Там коммутативности нет Там жопа Там многочленов не бывает Так Ага Так Хорошо Так Ну тут, конечно Как сказать Тут и один плюс и хочется Тут Нет Алексей Тут тоже всего одно слово Нет, подожди А почему один плюс и не поставить? Вот это он станет Минус единицы Правильно? И это станет минус единицы А здесь Что будет? Ну может быть, что-то, кстати, и получится Один плюс и Плюс один делить на один плюс и Но это, к сожалению, число уже Комплексное Комплексное, да Так, нет, подожди А, нет, это комплексное А если вот чуть-чуть его подрихтовать Не, не выйдет Нет, так не выйдет Кажется, не выйдет С этим номер не пройдет Так, посмотрим здесь что-нибудь поставить Так А здесь, значит, x равно Так, значит, при каком Как это называется? Катарсис, да? Да, 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 да Это катарсис, конечно Дважды сейчас Так, ну тут что-то надо еще придумать, да? Какое-то Так, ну тут уже Так, ну единицу глупо подставлять Ну что, у меня Пэт 2 и 0 равно единице Почему бы нет? Так Минус единицу Нет, минус единица совсем далеко Так Так Подставить, да? Что-то подставить Или что-то заметить Или что-то заметить, правильно В одном случае нужно подставить А в другом что-то заметить А в другом что-то заметить Так Многочлен От этого Многочлен От этого Х-1 в квадрате, да? Х-1 в квадрате Что же за Х-1 в квадрате? Ну-ка, да, все время Да, сейчас нужно Ой Сейчас Что это? Что это? Это Бэрри Мор Думает, да Да То есть у нас немного времени Нет, есть Есть, есть Но я не буду тормозить все оставшееся время Да Сейчас Давай Значит так Итак 1 на х Склеен из этих двух функций 1 плюс и все-таки не подходит 1 на 1 плюс и Это 1 минус и делить на корень из двух Да Значит там какая-то Может надо в задаче? Да Это конечно Да Это конечно Да А вы думаете? Думайте, думайте Что же тут надо заметить? Многочлен Так Может какая-нибудь сумма коэффициентов здесь Сумма коэффициентов Так 1 вторая 1 вторая Сейчас Ну вот 1 вторая Например Что получится у меня? 1 вторая плюс 2 Это 3 вторых, да? Не, это все делимость будет Это с вещественным числом бесполезняк Так Может четная, нечетная какая-то функция Что-нибудь про это Сейчас 2 Сейчас Так Если я вот сюда поставляю 2 и 0 То у меня получается вот здесь одно и то же Нельзя ли найти такие два числа, что здесь будет одно и то же И здесь одно и то же И что это даст? Это даст сразу противоречие Потому что я в одном... То есть сейчас, смотри, что я хочу Я хочу придумать два... Я придумать... Я хочу такое x Да И другое какое-то Чтобы при подстановке Они просто поменялись местами И тогда должен быть один и тот же ответ А он не будет один и тот же А, вот так вот, да? Понятно, да? Идея Так, поменялись местами Но у тебя же многочленов Почему он... Почему он симметричный? Он не симметричный Он не симметричный, господи Он не симметричный Собака Конечно Он не симметричный Так Есть такой фильм Выпускник Не смотрел? Старый, старый Нет Там просто есть эпизод, где Человек говорит Я тебе скажу всего одно слово Пластмасса И все, да? Здесь, да Ну, это шутка Здесь тоже самое Всего одно слово Одно слово я сразу решил, да? Одно слово я сразу решил Сейчас Ну, все-таки нечетность, нечетность, да? Чет, нечет, не то Четные функции Никакие нечетные, нечетные функции Степень тоже Непонятно, какая тут степень По кому Что можно заметить для этих двух функций? Что можно заметить для этих двух функций? Сейчас Подожди, подожди, подожди Я кажется, сейчас Подожди Сейчас Сейчас Еще раз Если я подставляю Х равно Ну, вот Ну, вот Это, понимаешь Вот это центрировано в единице И как бы симметрично Относительно нее А это в каком-то смысле тоже Это хорошее наблюдение А что значит симметрично Центрировано? Ну, вот Как по-другому это сказать? Ну, она симметрична Относительно вот этой оси Ну, это-то не симметрично? А это не симметрично, да Ну что? Это не симметрично Ну, что в единице? В единице двойка Нет, ну, а что там? Там минимум Да Там минимум Так что же это за слово? Минимум? Минимум А, подожди То есть у двух этих функций Производная Минимум в одной и той же точке Производная Правильно Производная равна нулю Правильно А у этих двух функций В точке Х равно 1 Производная Равна нулю И это свойство сохраняется Так, сейчас П Значит, ДП По ДХ Равно Соответственно Значит, сейчас Ну, можно не считать Так сложно, да Можно просто посмотреть Что при таких преобразованиях Свойство То, что производная В точке равна Производная Равна нулю Сохраняется, да? Сохраняется Сохраняется, действительно, да Да А здесь? Произведение двух функций Да Произведение двух функций Штрих Да Равно Ф штрих Ж Плюс Ф ж штрих И тут обнуляется Если Да Да Значит То есть у произведения У суммы У разности У умножения на число И Всегда Всегда остается У функции Которая получена Вот здесь ДП По ДХ Равно нулю Точки 1 Да, да Точки 1 В принципе, можно и так Так и написать Это Смотри, что это такое А здесь не ноль Если многочлен был от альфа-бета То это просто ДП По Д альфа Умножить на альфа-штрих В единице Плюс ДП По Д бета Можно и так Да, на бета-штрих В единице Можно и так Вот, здесь ноль Здесь ноль Здесь ноль ДП По ДХ При Х Равно 1 Значит ДП От вот этих двух функций По ДХ При Х Равно 1 Равно вот этому выражению То есть нулю Значит У любой такой функции Будет ноль Да А здесь минус 1 на Х Квадрат Все Удача решена Да Ну, второй прям Да Ну, вот это как Второй Догадаться надо Быстрее Я не знаю Как То есть Тут, может быть Как-то следовало Из чего-то другого Ну, ИС И тоже нужно было догадаться Да, это прям, да Это задача надо догадаться Значит, 11 класс 11 класс Да, Московская Математическая Олимпиада Давным-давно, да? Давно, да Это Это да Тут я не сомневаюсь Что кто-то догадался Потому что В принципе Ну, про ИТа Точно многие догадались Вот про производную Ну, да В принципе Изучают же производные Да, в 11 классе То есть Идея разумная Нет Это решаемая задача Скажем так Я не ставлю Как-то Я не ставлю Столько одному Что я бы ее В 11 классе решил Но это вполне возможно То есть Это была Это задача моего уровня Вполне Я мог ее решить Мы уже должны заканчивать К сожалению, да? Я хотел бы, Алексей, тебе подарить книгу Сейчас Не, на самом деле Как заканчивать? Ну, да Где-то до полдвенадцать Мне просто нужно бежать А, ты должен бежать Да, да, да Я должен бежать Понял Я-то еще не должен А ты уже должен Но тогда я и спокойнее тоже уеду в аэропорт Я лечу в Сочи сейчас Сириус Вот такая книжка С этой книгой Да, из которой, кстати, задачка первая Про мудрецов Да, про... А-а-а Вот Я еще приду с головоломки Но мы не успеем уже просто сегодня Ну, я все равно не суну Головоломки я решаю на два На ноль Я вообще их не решаю Которая по мотивам моей задачи придумалась Ну, это трина Это шары Ньютона Яйца Ньютона, как мы говорим Соответственно, колонка в чем заключается? Я просто кратко расскажу Куриные Если что Плотно лежат шарики в коробке Задача Ньютона Это сколько шаров можно прилепить к данному шару в пространстве Такого же размера Нужно положить еще один шарик А тут нужно еще один шарик Ну, да Было бы интересно, как Алексей решает Я бы не решил точно Я бы точно не решил Это, видимо, как-нибудь в другой раз Да, это я точно не решил бы Поэтому это даже можно и не это самое Но головоломка, да, круто Да, еще хотел рассказать про журнал Квантик Прекрасный Такой журнал Да-да-да, расскажи И рассказать задачку из Квантика Давай Которую профессора решают хуже, чем... Давай Я даже не буду пытаться, да, сейчас? Да Наверное Нет, почему не пытаться? Буду пытаться, да? Короткий вопрос Все-таки на бис, да? Все-таки на бис Да, у тебя есть одна минута Одна? Она примерно за одну минуту, да Нет, за одну, конечно, я не решил точно Я очень тормозной Задача следующая Вот нужно посмотреть внимательно Давайте Я покажу Как-то я ехал в аэропорт Уфы Тоже Да, я недавно там был Аэропорт Уфы И я сел в машину и увидел такую странную конструкцию Из зеркал Вот сейчас посмотришь Вопрос, зачем? Что это такое? Задачка из реальной жизни Она висела на машине, на которой ты ехал, да? На такси, да? Так А я потом фотографию тебе пришлю Можешь разместить Это вот задача из свежего квантика Который только что вышел Да Что-то видеть Чтобы что-то увидеть, да? Вопрос, что видеть? То, что впереди Но зачем видеть то, что впереди, да? То есть, как бы это сказать По идее, чтобы видеть то, что впереди Но зачем человеку нужно увидеть то, что впереди, да? Может быть, то, что не видно Вот обычным глазом вот так вот не видно А вот такой конструкции будет видно, да? Ты выдашь секрет Или задашь всем задачу? Можно оставить, кстати, да? Ну, давайте Кстати, многие решат задачу, которую Профессора решают А решение где-то есть, да? Решение где-то есть, да? Здесь решения нет В следующем номере решения Оно в следующем номере. То есть он смотрит в это зеркало, да? То есть обычно в это зеркало видно задний вид. А здесь видно, ну вот видны какие-то деревья, да? А здесь, как ты видишь, еще одно зеркало. Да-да-да-да-да. То есть два зеркала так странно расположены. Вопрос зачем? Ясно, что что-то, что находится где-то, где глазом не видно, а через это зеркало становится видно. Но что именно, непонятно. Ладно. Я просто еще хочу сказать, что мы планируем делать авторы Квантика новую Олимпиаду в онлайн-формате. И информация будет на страничке Квантика ВКонтакте. Могу записать, кстати. Давай, запиши. Там будет информация об этой Олимпиаде. Если у тебя какие-то ресурсы есть, все рекламируй. ВК. Нашим гостям все. ВК.ком. Да, вот книга шикарная, вот она. И подаренная мне Квантик 12. Ты из Белорецка? Да, да, да. Мы там проезжали. Ты учился у этого учителя, да? Я у Хазанкина учился, да. Ага, все. Мы там это, на Байдарках. А ты лекцию там не читал? Нет, я на Байдарках только. Мелиус, Белорецк или наоборот? Не помню. Наверное, Белорецк, Мелиус. Белорецк. Белорецк, Мелиус. Нет, я, кстати, сам не помню, какой там последователь. Белорецк, Мелиус, я думаю, да. Мы плыли, ходили. В самое жаркое лето, 78-го года. Соответственно, будет информация о турнире здесь. Участие бесплатно абсолютно. Как только появится, регистрируйтесь. Мне кажется, будет интересно. Задачки в интерактивном формате. Класс. Квантик 12. 12-й, что значит? 12-й, это 12-й год, мне кажется. То есть Квантик уже больше 10 лет. А, это да, он праздновали в Кадыгее, да? Больше 10 лет. Год назад. А сейчас, то есть это будет турнир, когда он будет? Планируем до конца этого года. То есть, либо конец ноября, либо декабрь. Слушай, так это надо мне записать, потому что у меня же Светка-то этого возраста сейчас. Как раз. Ну, вообще, если Света не подписалась, то, мне кажется, там много полезной информации, разные интересные. Имеет смысл. Все, мы еще тут в Тервер, там надо ей как-то попробовать поучаствовать. Будет Олимпиада Ваня Ященко к Терверу. Здесь просто будет информация. Там Олимпиада называется Квантландия. Квантландия. Квантландия, да. Супер. Соответственно, ждем. Спасибо огромное. Все, спасибо, Алексей, за то, что пригласил. Маткульт, пока всем. Было интересно. До новых встреч. Счастливо. Здорово. Всем пока.